Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Экскурсия с перспективой. Представители госкорпорации Росатом посетили ведущее предприятие Чуваши. На страже здоровья. Медиков Республики поздравили с профессиональным праздником. Маневры с ковшом. В Чебоксарах состоялось трактор-шоу. В Чебоксарах продолжают обсуждать перспективы взаимодействия с Росатомом. Сегодня представители государственной корпорации посетили ряд крупных заводов и встретились с главой региона. Каким проектом будет дан старт уже в ближайшее время? Об этом в сюжете моих коллег. Устройствами защиты и автоматики этого чебоксарского завода уже оснащены ряд крупных АЭС. Реализуя проекты такого масштаба, предприятие наладило тотальный контроль качества производимых приборов. Около суток он стоит при температуре 54 градуса. Посещая заводы представителям Росатома было важно понять, способна ли продукция конкурировать на рынке по качеству и цене. Немаловажен для заказчиков и уровень сервиса на предприятиях. Бывает выстраиваемый целиком весь ряд шкафов, делал комплекс испытаний недели, где можно временно работать на отказ. А так у нас на каждом участке проходят проверки, испытания, у нас есть протоколы, но так ничего. Структура шкафов и элементов сделана так, что их легко поменять на объект. Не требуется целиком перемотажившего шкафа. Для предприятий республики открываются и новые рынки. Так, на электроаппаратном заводе приступили к выпуску приборов для атомных ледоколов. Корпорация предлагает партнерам войти и в другие проекты. Вы занимаетесь в том числе военной тематикой, то есть у нас есть ядерный оружейный комплекс. Я уверен, что что-то вы туда поставляете. Как вчера было заявлено, ТВЭЛ, одно из наших ведущих предприятий, активно сейчас идет в нефтегазовую отрасль. То есть, в принципе, поле для сотрудничества огромное. Русатом больше всего интересуют чебоксарские предприятия в качестве партнеров по совместной работе над какими-либо новыми продуктами. Партнеры проявляют интересы к системам защиты от кибератак. Новые продукты планируют создавать на базе этого завода совместно с Федеральным ядерным центром. Есть идеи, мы сработаем конспективными технологиями, так как лаборатория Касперского, как на разработке новых методов, в том числе проактивные методы, которые позволят нам в реальном времени противостоять защите, то есть как-то противодействовать их, дополнительный анализ трафика. Первые итоги визита представители Росатома подвели в Доме правительства. На рабочей встрече с главой региона обсудили и перспективы взаимодействия. Сегодня посещаю ряд предприятий, и меня тоже интересовало, как я и сказал, что предприятия, которые занимаются разработкой, у них там порядка 70% сотрудников занимаются разработкой. Почему для нас это ценно? Естественно, каждое производственное предприятие имеет своих разработчиков, но оно исторически будет работать на себя, на свое производство, и мало отдавать кому-то. А тот, кто занимается разработкой, то есть если у него нет производственных мощностей, его неважно кому отдать, с точки зрения экономики, он будет отдавать туда, где это выгонит. Мы должны будем конкурировать на уровне мира, как страна России, под брендом сделанного в России с мировыми компаниями. Я уверен, что у нас сотрудничество дальше будет только укрепляться. В Росатоме готовы оказать содействие по выходу предприятий на международные рынки. Партнеры ожидают и увеличение объема продаж. Сумма поставок для нужд атомной сферы по итогам этого года может превысить 2 миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Александр Петров. Республика. Традиционно в третье воскресенье июня с профессиональным праздником поздравляют медицинских работников. Сегодня в зале ДК ЧГУ прошло торжественное мероприятие. Шарики в цвет флага нашей республики и музыканты-гусляры так приветствовали в ДК ЧГУ всех, кто давал клятву Гиппократа. Им люди доверяют самое дорогое – здоровье свое и своих близких. А это требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Даже в свой профессиональный праздник медики не могут позволить себе полноценный выходной день. И многие из них принимают поздравления прямо на рабочем месте. Поэтому на торжественном мероприятии присутствовала лишь малая часть медицинских работников нашей республики. Сам праздник – это прекрасная возможность отметить труды тех, кто посвятил свою жизнь лечению людей и подвести некие итоги. Это повод для того, чтобы подвести итоги определенной работы, профессиональной деятельности, совместной деятельности, научения качества жизни. А с другой стороны, оценивайте ситуацию, на каком месте мы находимся, сравнивая с мировой медициной. И какие еще у нас внутренние резервы имеются, какой внутренний потенциал имеется для того, чтобы еще лучше продвинуться в сфере медицины. По результатам 2017 года мы сами достигли исторического максимума по продолжительности жизни. Мы с вами посмотрели историческим минимумом, второй год подряд мы держим это по младенской смертности. И все больше и больше финансовых средств складывается в нашу отрасль. Юрий Уруков вот уже более 35 лет работает в медицине. Он стоматолог-ортопед. На вопрос, почему же он решил стать врачом, отвечает с улыбкой. Я вырос в самом деревне. Наверное, всегда был здоров, никогда не болел. И я хотел, чтобы все, другом никто не болел. Поэтому, наверное, вырос в медицину. Сегодня Юрий Уруков получил почетное звание заслуженный работник здравоохранения Чувашской республики. Его, как и многих коллег, наградили памятными часами главы Чувашии, грамотами и благодарностями. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Настоящее шоу сегодня устроил тракторный завод. Машины рисовали картины, разбивали яйца, забивали гвозди и даже танцевали. Мои коллеги наблюдали за возможностями современной техники. Это один из самых больших тракторов Т-35. У него очень большая подъемность. Вот это вот у него бульдозерное оборудование называется. Отвал. Лариса Черяпина рассказывает сыну Руслану о тракторах, которые выпускает завод, где она работает. Сыну привела, чтобы посмотрел, какой огромный завод. Все-таки это гигант, его построили в 72-м году. И столько лет этому заводу выпускает самые тяжелые промышленные тракторы у нас в России. Чтобы посмотрел вживую, потрогал, узнал, что это такое. Чтобы гордился тем, что в Чебоксарах есть такой гигант, который славится на всю Россию. Хотелось бы, чтобы продолжатель нашей династии, что ли, получается. Он интересуется. В клубе, как это называется у них, четруша. Да, в музее они постоянно посещают. Завод по праву гордиться может своим техническим потенциалом. Передовым стать он снова должен. Гигант! Прозвали его недаром. Самые важные события в своей жизни Татьяна Борисовна, бабушка Руслана, прожила, работая на тракторном заводе. Трудилась на предприятии 28 лет. Сегодня встретила здесь много знакомых. Хорошо, что вот выпал такой случай и прийти еще здесь, и на все взглянуть, и вспомнить. И как-то это и на душе как-то стало радостнее от этого. В истории тракторного завода можно насчитать несколько сотен таких трудовых династий. Сегодня многие пришли сюда с семьями. После детей на сцену вышли те самые мощные гиганты. Машины демонстрировали присутствующим свои возможности. Универсальность, маневренность, точность. Мы показываем детям, даем возможность переступить в заводскую проходную. Посмотреть, где работают бабушки и родители. Это элемент ранней профориентации для наших маленьких подрастающих поколений. Для того, чтобы они уже сейчас могли определяться с профессией, прирастать к той технике, к той мощи, которая создается здесь у нас в России, на Чувашской земле в Чебоксарах. С такими преданными работниками завод непременно должен справиться со всеми временными трудностями. Тем более, что подрастает достойная смена, которая готова производить новые трактора. Прекрасное шоу. Очень гордимся нашим заводом. Очень прекрасные трактора. Впечатляет. Я горжусь нашим трактором завода. Кем вы работаете здесь? У нас бабуля работает. Расскажите, кем вы работаете? Сколько работаете уже? 38 лет. Диспетчером. Карин, ты кем будешь? Начальником завода. Будущий директор завода. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика. Парк пожарной техники противопожарной службы Чувашии пополнился новыми автомобилями. Вместительные, мощные, новые. 17 пожарных машин появилось в автопарке противопожарной службы Чувашии. Средства на их приобретение около 90 миллионов рублей выделили из бюджета республики. Новая техника будет работать на селе. Речь идет о населенных пунктах Аликово, Батырево, Маргауши, Комсомольское, Красноармейское, Красные Читая, Парецкое, Шимурша, Яльчики и Янтиково. В итоге, соответственно, обновление техники, боеспособность наших пожарных частей, ну, соответственно, и намного уменьшится время реагирования на пожары. И увеличится проходимость, увеличится объем воды, которую они с собой везут. Потому что вся эта техника, объем воды 6 кубийских метров. Плюс боевой расчет, они могут с собой сразу 6 человек личного состава. Поэтому то обновление, которое сейчас произойдет в пожарных частях, конечно, это будет большой плюс в деле обеспечения пожарной безопасности населения и территории Чувасской республики. Благодаря этой технике автопарк пожарной службы обновился на 30%. Такого количества новых машин одновременно республика еще не получала. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. Каникулы с общественным советом. Общественники и сотрудники полиции с проверкой выехали в детский оздоровительный лагерь «Звездный», который находится в Цивильске. Слово моим коллегам из пресс-службы МВД. Проверка лагеря «Звездный» начинается еще с ворот. Первым делом общественники и полицейские наведываются на КПП. Проверяют журнал посещений, пункт видеонаблюдения, документы самого охранника. По периметру лагеря установлено более 20 камер. Все выходы и входы под контролем. Лагеря у нас 480 детей в смену. На данный момент у нас в лагере 472 ребенка. Гостям показывают места спортивного отдыха детей. Полосы препятствий, площадки для командных игр, дорожки для бега и пеших прогулок. Руководство сообщает, лагерь раскинулся на территории 20 гектаров. Только для игры в футбол здесь выделено целых три поля. Далее члены общественного совета при МВД и сотрудники внутренних дел проходят в жилые корпуса. Часть из них недавно пережили капитальный ремонт. Душевые, туалеты, комната гигиена, сушилы, все по вкусу. В ходе визита гости успели пообщаться и с детьми. Проверяющие отметили, что несмотря на дождливую погоду, воспитанники лагеря были в хорошем настроении. Сегодняшнее посещение показало, что в детском оздоровительном лагере «Звездные», который принадлежит муниципалитету цивильского района, хорошо работа организована. Мы можем даже рекомендовать ознакомиться с другими лагерями и их опытом работы. Общественники и полицейские обещают вернуться. Правда, уже в составе полицейского десанта. Представители различных подразделений приедут в лагерь, чтобы поближе познакомить детей с работой сотрудников МВД. Не дня без футбола. Главное спортивное событие этого года – чемпионат мира – стартовал вчера в Москве. Церемонию открытия и первый матч смотрели миллионы болельщиков по всему миру. Специально к чемпионату в столице Чувашии открыли площадь болельщиков, где установили огромный экран. На несколько недель Красная площадь в Чебоксарах превратилась в площадь болельщиков. Здесь установили специальные трибуны, огромный экран, разместили яркие фотозоны. Чемпионат мира по футболу никак не мог пройти мимо Чебоксар. И сегодня мы создали, я считаю, впервые такие уникальные условия, когда можно поболеть не только сидя за телевизором, а ощутить вот это единение на Красной площади, в центре столицы Чувашской республики, на большом экране. И получить те эмоции, когда рядом с тобой, этими эмоциями тебя заряжают, и ты чувствуешь свое единство с городом, единство с болельщиками, ну и, конечно, единство со своей страной. Единственное, мы будем потранслировать все матчи до 20.00, потому что есть условия безопасности, и они для нас первичны. Поэтому мы приняли решение, и центр Красной площади до 1 июля будет работать в ежедневном режиме и транслировать все матчи, которые будут проходить в рамках Чемпионата мира по футболу. К началу матча площадь болельщиков заполнилась до отказа. Вот где чувствуется объединяющая сила футбола. Болеть за Россию пришли целыми семьями. Мы пришли сюда вместе с семьей поболеть за нашу сборную. Хотели, конечно, пожелать удачи, чтобы наша команда заняла призовые места хотя бы, ну или вышли в финал. Надеемся на это. Болеем и переживаем. Болею за Россию, конечно. Мне нравится клуб Барселона. Также болею за Францию, Аргентину, Бразилию. Тоже хорошие страны. За Германию, которые могут занять призовые места. Верим в команду, болеем за наших, за русских. Тем более в России, это, конечно же, один раз в жизни бывает такое. Вместе с людьми болеем за наших, поддерживать. Прекрасная площадка, мне очень нравится. А здесь интереснее. Совсем по-другому. Мы из Альжер, мы здесь учеба. Мы любим Россию, Россия красивая, красивая страна. Мы очень гордимся нашей страной, и поэтому хотим более ее поддержать. Они забили первый гол, и они молодцы. Как вам вообще здесь на свежем воздухе футбол смотреть? Мы не думали. Мы покруче, чем дома смотреть. Очень много людей. Здесь много болельщиков. Так интересная. Атмосфера прям такая болельная. Потому что все вместе здесь. Со всем народом, со всеми болельщиками мы здесь. Отличная погода. Россия забивает. Мы за них болеем. Чтобы они стали чемпионатами мира. Первые жизни в нашей стране. Мы болеем за Россию. За Россию. Страна за Россию. Ура! 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 Чемпионат только начался. Впереди самые интересные и захватывающие матчи, которые можно и нужно смотреть. Вместе с друзьями и знакомыми на самом большом экране республики. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксарская невеста прощается. Сегодня в Театре юного зрителя имени Сеспеля премьера новой постановки. Спектакль по пьесе заслуженного деятеля искусства Чувашия и драматурга Николая Сидорова. Так называемая точка в истории из семи серий. Чебоксарская невеста прощается, завершает театральный сериал про жизнь в деревне. Вообще это редкое явление, когда зрители на протяжении нескольких десятков лет могут следить за отношениями театральных героев. Их история начинается в 90-е годы прошлого века. За 27 лет жизнь в деревне сильно изменилась, а полюбившиеся зрителям герои остались прежними. Конечно, в их жизни произошло уже много разных событий. Колхозы развалились, дети выросли и уже сами начинают строить отношения. Между детьми главных героев и разворачивается основная интрига. Режиссер Вячеслав Оринов в этой истории обращает внимание на более глобальные задачи. Легендарный спектакль, легендарные персонажи. На этом материале, на последнем материале мы хотели показать именно социальный срез сегодняшнего Чувашского села. Как художественный образ мы решили деревню это сделать крепостью. И главная, конечно, задача для меня, как для режиссера-постановщика, это как сохранить деревню, Чувашскую деревню. Чувашский праздник Сахи и Плуга в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтьюганский отпраздновали Акатуй. Отпраздновать Акатуй в Нефтьюганск приехали делегации Чуваши, Башкирии, Тюменской области и других регионов. На юбилейной площади города работали ремесленные выставки павильона с национальной кухней. На спортивной площадке гости могли посмотреть на Чувашскую борьбу Киришу. Очень приятно видеть людей в национальных костюмах с улыбками на лице, даже несмотря на то, что погода такая пасмурна. Я попробовал квас, и мне очень понравился. Чувашский квас пробовал в первый раз сегодня, но остался впечатлен. Тут подходили к нам не только Чуваши, подходили и башкиры, и татары, и другие национальности. Они всех нас обнимали. Все были очень рады, довольны, удивлены, что мы за столько километров сегодня присутствовали на таком большом празднике. Вопросы национальной политики и сотрудничества делегации обсудили за круглым столом. Национальное достояние народов, достояние России. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова